Партия президента Украины Партия президента Украины Партия президента Украины Партия президента Украины Партия президенту Партия президента Украины Партия президента Украины Разоружает АЗОВ, забирает у них тяжелое вооружение, так? Я не знаю, АЗОВ уже забирают вооружение? Тяжелое. Тяжелое? Да, идет информация, что у них забирают тяжелое вооружение. Есть информация о том, что дана команда многим батальонам Збройных сил Украины отойти. Сегодня идет информация о том, что в Широкино нам собираются создать совместный блокпост Збройные силы Украины и русские войска. Это что? И вот получается, что и тут же Мукачево, так, в это же время происходит Мукачево, так, Наем появился там На кого он работает? Наем, на Порошенко. Это продажность. Наем показал свою вот именно сущность. Продажность. Я слышал ваше мнение, уже прошу прокомментировать. Еще что, как Айдар, будет подключаться полностью к этим действиям? Или будет как-то... Я скажу так, что... То, что было две недели назад, Розпочатый конфликт, Это фактически... Мы увидели, что в стране сейчас действует Это действие злочинное группирование, которое намагается на всех уровнях захопить бизнес, або подпорядковать себе бизнес и все другие возможности заработка. А кто его возглавляет, это группирование? Это группирование, на мою думку, очолюет Аваков. У нас фактически в стране иде война. И то, что сейчас делает Аваков начальник милицейских, просто мусорских подразделений, потому что есть менты, а есть мусора. Так вот он очолюет мусорские подраздели, которые самая хитают ситуацию в средине страны. Мало того, что мы ведем войну на Сходе, они хитают страну в средине, дестабилизируют ситуацию. Это випадок, что сейчас дестабилизирует ситуацию и дестабилизирует ситуацию там, на Сходе. Потому что они сначала... Айдар по одному посмикали. Сейчас есть наказ министра обороны, всех, кто ранее служил в батальоне, срочно всех звольнити звезды. Чтобы хлопцы, те, кто протистояли, чтобы выход из счастья, они всех максимально хочут выкинути. И до 14-го числа мы имеем весь Айдар, который даже там залишился, как и позже, после нас пришел. Их выводят полностью из зоны АТО. Повнятю. Трохизбинка, сейчас проверяем данные, есть поведение, что пів Трохизбинки уже сепаратистам отдали. Получается, что Аваков спровокировал внутренний конфликт. Загострение ситуации, которая мало была выбухнуть. Сейчас наши братины находятся в очень скрытном установочи. Поэтому мы тут. Угрозы постоянные, звонят, предупреждают, чтобы много не разговаривали. Мы сейчас полностью собираем всю информацию, приглашаем вас прийти на ВИЧ, и там мы скажем правду. Я выехала Луганская милиция в четверг и проводила обыск. Это факт, есть факт. То есть сейчас стоит задача разогнать добровольческие батальоны, правильно? Уничтожить. Смотрите, есть статья 10 Минских угод, где означено, что должны быть разгромены все бандформирования. Вот Россия требует, чтобы были разгромены бандформирования. А бандформированием они называют Айдар, Азов, Правый сектор. Какая конечная цель? Когда вы разойдетесь отсюда? Ну, скорее всего, что... Когда это все очень печально закончится для Бологи, Медведчука, Порошенко, Авакова, ну и Приспечника. Мы не разойдемся. Мы пока не получим свою конечную цель от Украины. Да, какая конечная цель? Наша конечная цель – это украинская, соборная, независимая держава.